Дмитрий Менделеев Когда по указу Петра I была основана первая в стране Академия наук В 1925-м ее переименовали в Советскую, а позже в 1991-м снова в Российскую Но именно эта дата стала знаковой для отечественных ученых В 2018 году силы приморских ученых направлены в частности на исследование биоразнообразия региона, включая морские организмы Цель – сформировать своеобразный каталог веществ и молекул, чтобы облегчить в будущем создание и, что гораздо важнее, внедрение новых лекарств Образцы организмов складывают в специальный холодильник и хранят при экстремально низких температурах Многие из них содержат в себе молекулы, которые в будущем могут излечивать миллионы жизней И мы думаем, что во многих организмах есть больше, чем одно потенциальное лекарство А огромная проблема на планете состоит в том, что виды исчезают с неимоверной скоростью В распоряжении Центра регенеративной медицины, что находится в стенах Дальневосточного федерального университета, не только холодильники Вся эта комната, к примеру, один большой и суперсовременный электронный микроскоп На нем лаборанты в реальном времени могут наблюдать за ростом клеток На экране раковые клетки, взятые прямо из мозга больного, а точнее из опухолевого очага Мы берем ее часть для того, чтобы адаптировать опухолевые клетки для роста в лабораторных условиях В дальнейшем с этими клетками можно проводить различные эксперименты В частности, тестировать какие-то новые лекарственные препараты Смотреть, насколько эти клетки к чувствительным тем или иным химическим и лекарственным агентам И, соответственно, делать какие-то выводы и рекомендации Кроме ДВФУ, День науки отмечали не только альмаматорные музеи А также выставочные и научно-популяризаторские учреждения К примеру, в Приморском океанариуме для школьников провели цикл научно-просветительских лекций и экскурсий Некоторые из ребят даже успели, пусть и ненадолго, заинтересоваться наукой По крайней мере, той ее частью, что можно наблюдать воочию Встреча, во-первых, с учеными, общение с ними Это настоящие герои, я считаю Потому что они изучают наш мир, помогают нашей жизни и так далее Ну и мир, который тоже существует, который мы, к сожалению, не видим Это просто интересно для них, просто интересно Там же специалисты-экологи знакомили ребят с микроскопическими обитателями моря Планктоном на лабораторном мастер-классе В ходе урока школьники также смогли разглядеть этих представителей под микроскопом У меня родилась такая идея Почему бы не показать это все многообразие планктона Все чудо этого планктона показать детям Вот, и океанариум предоставил такую возможность Потому что здесь есть учебные лаборатории И, как оказалось, это востребовано, это интересно людям К празднованию памятной для российской науки даты Присоединился и Институт проблем морских технологий ДВО РАН Сотрудники целый день принимали вновь и вновь прибывающие группы школьников Которые приехали на экскурсию в колыбель подводных роботов Ученые рассказали, где производится сборка и ремонт машин Чем телеуправляемые аппараты отличаются от автономных И, наконец, как устроена подводная связь и навигация В стенах института нашлось место и для востребованных армией России разработок Здесь хранится роботизированный морской комплекс «Галтель» Который в прошлом году использовался Министерством обороны в военных действиях на территории Сирии Этот комплекс предназначен для вскрытия донной обстановки Для обследования прилегающих к территории, к бухтам И поиска различных опасных объектов Мин, каких-то диверсионных закладок И, соответственно, разминирования К слову, институт не обошел вниманием и 40-летнюю историю российской подводной робототехники В местном музее представлены отечественные аппараты, произведенные с 1974 по 1998 годы Некоторые до сих пор уникальные прототипы Из самых интересных аппаратов можно отметить аппарат «СКАД-ГЕО» Который являлся первым в нашей стране автономным подводным аппаратом Год выпуска 1974 предназначался для исследования озера Байкал Стоит отметить, что на этой неделе дань уважения истории и достижениям науки России Так или иначе отдали практически все приморские институты, школы, музеи и исследовательские центры Все они в какой-то мере являются наследниками великой истории российской науки И никто не сомневается, что ее лучшие достижения еще впереди Евгений Черемухин, Новости на Восьмом Редактор субтитров А.Семкин